Почему через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое? Разъяснение Минсоцполитики Текст озвучен в Яндекс Клауд Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему. Об этом она рассказала в интервью РБК Украина. Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате? Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 000 гривен, то пенсия 1800 гривен, отметила министр. Лазебная подчеркнула, что правительство уже в ручном режиме дотягивает солидарные пенсии. У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая – для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе, доплаты по возрасту, заявила глава Минсоцполитики. Она подчеркнула, что без накопительной пенсии, каждое правительство будет в ручном режиме латать дыры. В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас и нужно это делать. Ежегодно 60 000 человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает, подытожила министр. Напомним, Минсоцполитики вместе с Верховной Радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать пенсию в размере 7000 гривен. Такие выплаты возможны для будущих поколений при выходе на накопительную систему. Как писала РБК Украина, в начале марта Минсоцполитики анонсировала рост пенсии в Украине до 7000 гривен. Отметим, плановую индексацию пенсий в 2021 году провели с коэффициентом 1,11. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.